Наконец-то дошло время до андерлордс. Мой ранг это лейтенант 5, то есть дальше только босс, биг босс. 13 раунд, иду через линстик магами. Ну, по сути, сейчас самая сильная херня, наверное, воиномаги. Я даже не знаю, воина ханты сильнее или нет. У меня чуть-чуть своя сборка, потому что у меня ещё 2 меха. Потому что тинкер как раз магический урон ракетками наносит. И под магами это много урона получается. Вот. У меня ещё клокверк есть, то есть это как бы стенка получается. Тинкер, клокверк, по сути, стенка. Тинни используются для бонуса с разором. Так. Ап, ну пока. Давай тогда вот так сделаем. Главное, чтобы тримака на столе было, чтобы бонус давали. Потом я клокверка уберу. Ближе к лейту. Просто я его пока не знаю, чем заменить. Сфа поставить вместо клокверка не знаю. И сюда ещё цемка нужна, чтобы ману давала. Вообще, не знаю, реально, я вот попробовал тинкера ещё вчера вместе с магами. По-моему, недооценённая херня. То есть он круто работает. Ещё цемку поставить, и он просто ракетками по кд спамит. Правда, он ни с чем не стакается. Ну, по сути, только с гирокоптером. Если потом в литий гирокоптер оставить. Да, именно, из легендарок. Чисто вот от захода зависит. Да, у меня чисто просто заход хороший был. Я постоянно проигрываю вначале. Но тут мне просто повезло, что через винстрик получилось пойти. Ну и в целом вот заход хороший, как видно. Походу, я клокверка убираю. И ставлю котла. Тинкер это стенка тоже, по сути, это часть стенки. То есть можно его прям вперёд ставить. А, уже нет, уже он реген не получает же. Уже нихера не часть стенки. Ну, по сути, когда он реген отглотка получает, вот так я даже продам, то, по сути, это часть стенки. Да, лейтенант 5, как я сказал. Я играл в дота авточесс. То есть мне, опять же, этот опыт помог чуть-чуть в андерлордс. Но я вот как андерлордс начал играть, да, про авточесс забыл уже. Но не играю. Ну, отличное пока положение. 100 хп на 15-м раунде. Вот реально сложно сказать, что лучше андерлордс или авточесс. Ну, судя по тому, что я не играю в авточесс, то в андерлордс лучше, но авточесс мне тоже очень нравился, на самом деле. Я даже думал, что когда андерлордс выйдет, возможно, ну, не буду типа в андерлордс играть, а буду авточесс, но... Все-таки в андерлордс решил. Надеюсь, новых героев добавят. Пока... Открытый бета-тест, как я понимаю, идет. Но хотелось бы, конечно, новых героев, если честно. Надеюсь, добавят. Мне цемка нужна, куда ее поставить. Мне некуда цемку поставить. Надо апнуть левел. Вот. Вот, и поставить цемку. Все четко. Потому что котл, он очень плохо ману набирает. Вот, как я заметил, очень медленно и быстро умирает. У него всего 550 хп. Ему цемка нужна. Ну, и что получается? Тинкера апаем. Сф, я не знаю. По сути, сюда еще Сф нужен магам. Но слота пока нет по ДСФу. Покинкера убирать я, но не хочу. Как я уже сказал. Вот опять котл умер. Не успев мечоска вставать. Блядь, котл подводит. Он был сильный, но быстро умирает. Такое. Звук чуть убавить. Немного. Вот демонами еще, ассасинами пробовал до этого. Он такой себе. Может ДК херануть еще. Но ДК мне опять же некуда ставить. Поэтому, наверное, без ДК. Обойдусь. Выходим на экономику на 50 голды. Достаточно богатый. Шестого мага могу поставить, но опять же места нет. Я, кстати, не часто в шесть магов выхожу. Но, в принципе, можно. Почему нет? Можно и шесть магов херануть. Не запрещено, так скажем. У Челика тоже что-то похожее на мой билд. Тот же Тинкер есть и... И маги. Вот сука, блядь. Где этот долбоеб? Вот он. Тоже у него мехи. Ну да. У него еще гоблины. Что-то похожее на мой билд. Все, минус винстерик. Ну, по крайней мере, я успел сделать экономику нормальную и все такое. Все нормально. Держимся. Пока я даже не знаю. Апать нет. Кунка. Тут еще кунка заходит. Но, опять же, нет места для кунка. Вот я даже убрать ничего не могу отсюда. Если бы кунка второй был, то я бы Тинкера убрал, возможно. Разор вообще лучший, конечно. Разор очень сильный. В магах. Вот разор мне нравится. Прямо без базара. От него много урона, от котла. Но, опять же, если он даст свой скилл. А он не всегда дает свой скилл. Блядь. Сука. Хотя урона много, да, у котла. Сука, блядь. Почти выиграл. Вот обидно вот так лузать. Я считаю, выиграл. Надо Тинкера все-таки отставить немного назад. У меня всегда вот эта дилемма, что апать. Хер пойми, вот что тут апать. Так, пора восьмой уже скоро уходить. Я, наверное, кунку поставлю. И ЦМ-ку бы апнуть. ЦМ-ки второй, в принципе, хватит. А вот остальных, наверное, надо все-таки апать. А ЦМ-ки третий, в принципе, смысла нет. Там второй хватит. Что я еще до этого? Я еще с эссидами до этого и демонами ебашу. Вот демон иногда заходит по Таррэшблейдам, под антимагом. В основном я, как правило, до ТОП-3 до ТОП-4 дохожу. Как минимум. Тоже вот у челька просто хуйня какая-то. Рандомные существа, по сути. Шесть воинов, один охотник. Как вот, почему я проиграл вообще. Вот, и теперь у меня уже Лустрик, а не Винстрик. Так, Тинкероса апнуть. Надо будет на следующем левеле сейчас мобы, да, а потом апнуться. Все-таки апнуть левел. Поставить кунку. Мобы тут легкие в андерлордс. Это я вот, наверное, первое, что заметил. В автошизе куда сложнее с мобами справиться. Мобы тут легкие. Наверное, ходов-дефайнс. Мне принципы, что все остальное не нужно, просто из предложенного. Худов-дефайнс. Нокио пэм левел. Поставил кунку. Отлично. Отлично. Все, мне еще один Тинкер остался. Алина, кстати, я только сейчас заметил, что я без Лины играю, да. Where do you need me? Есть минус у Лины, то что она не ауе. То есть, мне нравится, что это ауе про касты, да? Алина, она вроде как сильная, но... Все-таки это не ауе. То есть, даже тот же Тинкер лучше, потому что он хотя бы... Ауе дамажит. Ну, хотя Алина, на самом деле, сильная. Тоже у нее с флагуны очень много урона. В топ-2 пока держусь. Изи Тинкер третьего. Отлично. Цемка вышла погулять. Ну, все, вот, вторая Цемка, в принципе, этого достаточно. Я могу еще шестого мага поставить Лину. Ну, потом можно будет поставить, в принципе. Стена вроде есть, какая-никакая. Ману теперь быстрее будет юниты набирать. Второй Цемочкой. Вот задумка сейчас хреновая была. Его еще выхукали. Вот смотрите, у меня Тинкер топ-1 урона. Вот, пожалуйста. То есть, он тупо недооценен не просто. 5500 урона у Тинкера. С магами он, конечно, прям жестко ебашит. Мне нравится. Тут еще Сейлинс от людей есть. Два элементали. Да, вот я жду, когда они фигуры новые добавят. Может, даже какие-то подклассы новые будут, допустим. Так, еще два разора. Котл. За левелом я тоже срежу, чтобы от остальных не отставать. Ну, пока нормально, 8-й левел хватит. Энигма мне еще нравится. Энигма тут охеренно заходит. Тоже она элементаль. Ну и большой урон, в принципе. Наносит. А так тут многое похоже с авточезом, конечно. Прям слизно с авточезом многое. Есть такой вариант. Вообще, типа, вместо пака второго разора поставить. Я видел, как некоторые так делают, но я даже не знаю. Там вроде урон, но тоже неплохой у пака. Так что, пусть стоит. Тейт Хантер. Тейт Хантер мне не нравится. Его быстро убивают, хотя под магами. И плюс у него ОЕшка маленькая. Не буду Тейда брать. Мне не нравится. Сука, я опять Тинни скипнул. Я, походу, не буду Тинни лапать в этой игре. Я его опять скипнул, потому что... Бля, гг. Сука. Ну, сори, это рыцарь. Охуеть, 16 урона, просто охуеть. Уюбища. Там Лина третья. Рыцари, охотники. Маги. Уюбища, блядь. Ну, ладно. Ладно, сделать чуть-чуть погромче звук. Мне музыку чуть погромче. О! Котл. Ещё один разор остался. ЦМ-ку не буду апать. Дизраптор такой себе. Я лучше Энигму взял. Дизраптора не буду брать. А так, да, многие механики тут, в принципе, как в авточейзе. Несложно разобраться, если в авточейзе играл. Так. Марш, что? Ну, давай. И куда я Мелл Шторм поставлю? В Разора. Опа-на. Изи Разор третий. Ну, хороший заход вообще в этой игре. Не сложно было апнуть. Теперь Лину апнуть поставить. А так вообще магией сейчас Тир-1, да. Ну, по сути, воины-охотники и воины-маги. Как я понимаю, это сейчас Тир-1. Нормально задул. Вот опять, смотрите, у меня Тинкер топ-2 урона. Ну, то есть, ну, он реально ебанутый. Сильный. Огар-маджай. Сколько урона вообще у Тинкера? 450. С ракеток. Надо будет девятый скрапать уровень. И Лину поставить. Блин, тут у некоторых уже десятый. Блин, пиздец. Твою мать, у него три фигуры третьего уровня просто. Как вообще тренд протектора третьего уровня пробивать, интересно. Четыре челика осталось на лоу-хп. Надо их выносить. Хотя бы в топ-3 попаду. Чтобы опать ранг, не обязательно же выигрывать. Шесть магов. Минус сто маг резистов врагов. Надо бы эту Лину заопать все-таки. Мне понравился билд еще через демонов. Ставишь антимага и террор-блейда, и демонов набираешь. Ну, достаточно весело. Ну, тут изи. Тут изи. Даже не почувствовал. Девять с половиной ка урона у Разора. Ну, нормально так. У него еще Майл Шторм. У него кулдаун долгий. У меня в основном оборонительные айтемы. Мне бы на Разора одеть вот эту херню на минус кулдаун. Как там называется? Кто-то тоже кот лапнул сейчас. Кто там нахуй? Через бестов я тоже играл. Бесты они, в принципе, ну нормальные такие. Бесты такие нормальные. Весьма сильные. Бля. Изи. Котл, красавчик. Ха-ха. Чисто задувкой зарешал, пиздец. И вот я уже топ-5, как минимум. Надо вот этих двоих выносить еще. Даже троих лучше будут топ-2. У меня пока девятый уровень, этого хватит. Лину я сегодня апну, интересно или нет. Бывает такое, когда фигура просто не прокает. Хотя ни у кого лины нет. То есть линь должно быть много, по сути. Лут раунд. Пиздец, я ненавижу русский перевод. Я даже ни секунды не играл с русским переводом. Названия героев переведены просто пиздец. Просто сразу решу, что на английском буду играть. Дагон. Дагон хорош. Оп-ана, еще котл. На хрена котл, дайте лину. Оп-ана. Вот это круто. Только я не знаю, куда поставить. Вместо лины поставлю. Энигму. У меня девятый уровень. Три процента. То, что рекордарка прокнет. Энигма с магами мне нравится. Бля, жестко. Надо вот этих троих выносить срочно. О, отлично. Один вылетел. Надо вот этих двоих ебашить теперь. У меня, кстати, больше всех денег. Вот, вот этих троих вообще экономики нет. По нулям почти. Еще один угармаг остался. Вот лич мне не нравится. Ну, давай попробуем, ладно. Шестым магом поставлю. Еще он мне не супер нравится, на самом деле. Ну, там помимо урона еще замораживает вроде. Ну да. Замедляет. Бля, ну скастуй лич, нахуй. Блядь, лич не скастовал. А вот это сейчас обидно было. Ебать. Ну, сорян, у меня лич ничего не скастовал. Надо его в сторону как-то отставить вот так. Ебаный лич. Пиздец, там дизрубтор зарешал. У остальных десятый, а у меня девятый. Ну, в принципе, с этим можно выигрывать. Так, еще один угармаг остался. Тракса, там третья. Пиздец я там сосал, конечно, от дизраптора. Но это потому что у меня с ним обы в одном ряду стояли. Сука. Почему? Почему меня так пиздят? Все же отлично рассчитано вообще. Короче, вот у нас победитель есть. Вот этот. Ну, у него воины ханты. Да, это воины ханты сильные. Правда, я ими давно не играл. Мне показалось, что воины ханты как-то просели в последнее время. Наконец-то, третий кунка. Тейт-хантер не нравится, как я говорил. Ключик, черт улича. Лину поставлю. Что-то личнее о чем вообще. Еще ССФ сюда идет к магам, как я говорил. Но в данном случае я без ССФ играл. Места для него не было. Я не знаю, возможно, пока можно было выкинуть. Топ-2. Заебись. Тот щелек раньше меня вылетел. Как-то тогда Open Beta и сейчас идет Лейтенант 5. Ну, я вроде бы там говорил, что у меня Лейтенант 5. То есть выше босс и биг босс. Многое тут похоже. То есть даже Тир-5 юниты похоже. Тоже Энигма, Тейчс и СТейчс тоже бесполезные. Как в этом. Как и в Авточезе. Герокоптер тоже. Ну, Герокоптер он может быть иногда полезным. В принципе. Тейт-хантер бесполезный. Ну, как мне кажется, у него маленькая АОЕшка. Разве что к Охотникам, если ты через Охотников играешь. Может, он зайдет. Так, в принципе, игра, ну, охеренная, реально. То есть, если в Авточез ты играл, то, наверное, Андерлорд чуть-чуть понравится. Слушай, попробую все-таки босса апнуть. Может, сегодня апну. Как-то так.